когда мы поднимаем парус мы не просто идем по волнам мы начинаем свой танец с ветром друзья спустя месяц программа парусный спорт вновь готова подарить вам лучшие ритмы самого романтичного вида спорта сезон набрал такие обороты что подарил нам целую россыпь замечательных регат от владивостока до санкт-петербурга сегодня мы заглянем в обсков пройдемся историческим маршрутом 100-мильные гонки финском заливе к ну и конечно в подмосковье погоняемся вместе с лучшими их сменами на кубке россии в классе g70 в общем ближайшие полчаса вас ждут самые адреналиновые российские регаты погнали кубок стамиль это не просто увлекательная гонка это сама история парусного спорта вдумайтесь первая регата прошла 172 года назад и уже в статусе международной и сегодня далекие потомки тех самых их сменов вновь вышли на акваторию финского залива чтобы побороться за кубок стамиль в рамках петербургского международного экономического форума кубок гонка стамиль возродилась в 2001 и вот уже более 20 лет стоит особняком в парусном календаре россии главная фишка и даже гордость организаторов это исторический статус регаты ведь прокладывая свой путь от кронштадта до нервы и разворачиваясь обратно легко представить что соревнуешься не только с соперниками а и прапрапрапрапрадедушками которые почти 200 лет назад покорили точно такой же маршрут более того именно кубок стамиль является старейшим международным соревнованием которое прошло в россии в 1851 году в гонке участвовали британские корабли шхуна биатрисы тендер фрик сегодня кубок стамиль это прежде всего вотчина крейсерских яхт различных классов основной плот составляют представители класса л-6 именно победитель в эльках и получает переходящий кубок в этом году за главный приз зарубились нептун ника и лена за 10 миль до финиша лодки шли очень плотно нептун подпирала ника а лена готовилась к финальному рыбку но в итоге все остались при своих и переходящий кубок завоевала яхта нептун с рулевым андреем зыряновым но главный приз регаты сопричастность к истории паруса и спорта в россии выиграли пожалуй все участники в день россии на знаковой для всех россиян акватории состоялась юбилейная 20 псковская регата псковско-чудское озеро овеяна славой российского оружия александр невский с ледовым побоищем петр первый с великой викторией которая запустила становление россии как великой морской державой сегодня озеро вновь увидела баталии но уже парусные более 200 их сменов от 9 до 83 лет собрались на псковском озере чтобы побороться за призы псковской парусной регаты мы здесь находимся а здесь вся история россии практически рождения российского государства здесь было организовано проведено первое соревнование по отбору паралимпийской сборной россии поэтому про олимпийской сборной россии считает своим местом рождения кривск псковское озеро так как таких условий практически все участники говорят что практически таких нет нигде потому что нет ни стечения не камней подводных выходишь из бухты вся акватория тут же на выходе из бухты и гоночной дистанции располагаем здесь никуда идти не надо как видим историческое место и прекрасные парусные условия вот рецепт успеха псковской регаты 20 юбилейная регата в этом году была посвящена трехсот двадцатилетию виктории на озере и трехсот двадцатилетию андреевского флага а также трехсот двадцатилетию кронштадта значимые для российского паруса даты безусловно добавляли статусности событий да и сама регата стала не просто региональным междусобойчиком сразу три класса из 10 представленных гонялись в рамках кубка россии были представлены на регате и паралимпийцы для них как мы выяснили псковское озеро не просто акватория а что называется родная гавань и на регате паралимпийцы были представлены практически сильнейших составе но у нас все-таки сборная команда паралимпийская у нас звание каждого спортсмена не ниже мастер спорта поэтому мы достойно управляли яркой справлялись совсем довольны ли вы результатом да доволен вот зверьков елена хотя она не заняла призовое место но мне очень понравилось как она управляла яхты как она вела тактическую борьбу на дистанции она показала себя достойно ну и все спортсмены показали себя с лучшей стороны конечно чтобы показать себя с лучшей стороны их смены отчасти зависят от погодных условий и на этот раз всем что называется повезло дуло много и по-разному так что у всех участников появилась возможность проявить лучшие качества погодные условия были достаточно интересные мы испытали всю палитру этого замечательного места от штилей и полного разворота ветра на 180 может быть и даже больше градусов до довольно ровных стабильных направлений с хорошей скоростью ветра с небольшой волной накатом даже немного пахло морем юрий победивший в классе звездный представлял на регате москву москвичи что называется покорили псковскую волну и увезли с собой сразу четыре первых места ну а география победителей получилось под стать исторической значимости место регаты от приморского края до санкт-петербурга туристический кластер остров фортов только начинает свое развитие но наш вид уже успел опробовать акваторию возле кронштадта кубок главнокомандующего военно-морского флота прошел впервые но уже сейчас можно сказать что эта регата абсолютно точно займет достойное место в календаре юных оптимистеров в кронштадте в городе воинской славы сегодня знаменательное событие и действительно она стала уже добрая традиция второй год подряд мы проводим в рамках международного военно-морского салона соревнования на приз и главнокомандующего военно-морским флотом по парусным гонкам среди детей я вам скажу так тут даже не больше не самими соревнованиями связано с той обстановкой которой дети находятся в исторических военных местах где все окружено символикой где все окружено красивыми фортами тут музей орудия подводной лодки и так далее то есть это регата совмещает себе помимо нашей практической деятельности на воде еще очень хороший это культурно-патриотический фактор и вот в этом ценность регаты она очень велика да молодцы все все молодцы для некоторых это конечно было испытание сегодня но они все герои выдержали его хорошо те кто переворачивали ставили отчерпывались пытались пройти дистанцию дать и до снижения молодцы молодцы я очень доволен нынешним поколением молодым только упорный труд именно в такой в таких условиях можно даже пожестче для того чтобы потом в таких уже было легче ходить лучше всего получалась лавировка сегодня самое сложное было перекидка на фардаке потому что когда ты перекидываешься может просто кинуться сам тяжелым то что у меня блок не работал а со совсем вот все запомнилось как мы сейчас идем на берег и мой друг кинулся прям там а а Я представляю город Санкт-Петербург Из города Долгопрудный Город Калининград Представляю Санкт-Петербург Я из Московской области Я из города Выборг Город Санкт-Петербург Я из Долгопрудного На этих соревнованиях мне очень понравилось гоняться, сражаться с соперниками В штакинусь Ветер был сильный, хорошо дуло Ветер и волна Чего на водохранилище нету Как мой друг Ростик сломал швер себе Я приехал сюда, чтобы гоняться, но не смог гоняться, потому что у меня сломался шверк А он перевернул лодку, потом обратно переворачивает, и у него сломался шверк Я заняла первое место среди зимов и первое место среди девочек И в целом, да, я довольна Я это второе место за этот сезон Эллигация сложилась для меня великолепно Получается, я завоевала первое место Эта акватория мне очень понравилась Мой тренер Парфененко Анатолий Анатольевич Я хочу его благодарить за то, что Фактически я пришел к нему всего год назад И он меня за год Как бы научил лидировать И благодаря ему я Стал чемпионом А теперь давайте переместимся На самую раннюю регату России Дело в том, что пока дети в европейской части нашей страны Досматривали десятые сны во Владивостоке Оптимистеры уже вовсю выясняли отношения Страсти на акватории Амурского залива кипели нешуточны Ведь регата Кубок Петра Великого Стала частью отбора на первенство страны Это очередной этап отбора в классе «Оптимист» у детей На первенство России Поскольку вот эта регата признана достойной Чтобы здесь завоевывали лицензии Для участия на первенстве России В классе «Оптимист» Мы проводим ее Ну сейчас точно не вспомню Но достаточно долго Когда принималось когда-то давно решение Не помню, лет 7-8 назад Какие регаты выбрать для отбора В частности, Кубок залива Петра Великого В классе «Оптимист» Она такая регата, значимая И собирает много участников Они, как бы, была выбрана именно эта регата Приехали люди с Санкт-Петербурга С Тольятти С Таганрога С Калининграда Ну, наши дальневосточные регионы, без сомнения Хабаровский край, Сахаринская область, Владино То есть это обычное явление А то, что вот приехали западники к нам Это о многом говорит, что Есть интерес к регате Есть интерес завоевать эти лицензии Все-таки 15 лицензий Это, ну, надо побороться Во Владивостоке все было почти как в известной игре Страна засыпает, просыпается Нет, конечно, не мафия Просыпаются юные оптимистеры Чтобы выйти на старт Самые ранние регаты России И побороться за очередные путевки На первенство страны Довольно сильный был состав Потому что это первая двадцатка в классе оптимистов В России, которая является постоянно Среди девочек Екатерина Юрку Сейчас сборная России в классе оптимистов Заняла второе место в прошлом году На конец в России И пацаны так же сильные Это первая пятерка в оптимисте Высокий уровень участников Синоним высокого накала борьбы И пусть регата Кубок залива Петра Великого И создана для юных их сменов Все три дня на акватории Кипели не детские стрази Выстояв очередь к слипу Яхт-клуба Сеймпутов Участники буквально купались В волнах дальневосточной романтики Но главное все же результаты Здесь лидеры сезона Были, что называется, вне конкуренции Серебряный призер Прошлогоднего чемпионата России Екатерина Юрку На родной акватории В абсолюте уступила только победителю Марку Барташу Из Калининграда Став первой среди девочек И первое место занимает Юрку Екатерина Ощущение классное Погода очень порадовала Что не характерно для июня В Владивостоке Я надеюсь, что Нашим прежним гостям Здесь очень понравилось Был и ветер И солнце И вообще в этом году Приехали самые сильнейшие яхтсмены Со всей России Даже вот из Питера Действующая чемпионка России Ксюша Романова Из Калининграда Мальчик Барташ Марк Победитель этих соревнований И было очень увлекательно 15 путевок нашли своих обладателей Ура! 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 9 из них остаются в Приморском крае 6 забрали гости региона Вот так и завершилась 15-я регата Кубок залива Петра Великого Регата Объединяющая влюбленных в парус Не только на Дальнем Востоке Но и по всей стране За наш любимый парусный спорт Два коротких Один протяжный Ура! 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 Лучшие акватории Лучшие гексмены Лучшие яхт-клубы Люди выбирают парус, потому что это полезно для здоровья Интересно И тут еще при этом думать нужно Справиться со стихией Думаю именно эмоции, которые ты можешь получить От хождения на яхте Это несравнимо ни с чем Это как любой, наверное, вид спорта Начинается адреналин, жажда победы И вот это все в совокупности Плюс еще вода, солнце, море, песок Там тоже, может быть, и девочки где-то красивые есть, наверное Это красиво, это очень эстетично Кайф выигрывать И кайф сильный ветер Сама атмосфера ветра, воды Человеческих взаимоотношений Она, безусловно, очень ценна Потому что это какое-то большое удовольствие От преодоления себя В том числе Занимайтесь парусом, спортом И это на самом деле очень круто И в этом есть свой кайф Парус – это счастье! У-у-у-у-у… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальный день второго этапа Кубка России в классе J-70. Сегодняшний день должен нам в итоге подарить победителей. Ну и я уверен, что после первого штилевого, второго такого сложного всего с двумя гонками, сегодня должно состояться много гонок, и мы их обязательно с вами посмотрим. Подиумов не было в Кубке России, потому что до этого мы были чаще всего, ну не в первой, как в десятке, а вот где-то там 10-е, 12-е, 13-е, ну ближе к низу турнирной таблицы. Поэтому для нас-то, в общем-то, такой качественный скачок, рывок. Произошло, наверное, в сочетании двух факторов. Во-первых, мы чему-то подучились, больше тренировались. И во-вторых, в том, что сегодня очень удачливый день. Потому что фактор удачи в нашем сегодняшнем выступлении, он, в общем-то, тоже немаловажен. Команда, на самом деле, новая. Сформировалась только осенью прошлого года, и именно первый выход был на именно этой экватории. Было уже минус почти два, мы вышли на Уда, и потом отгоняли зимнюю серию. И, наверное, благодаря трудолюбию команды и нашей работе зимой, сейчас мы там достигли первого нашего пьедестала на большой регате. И он наступил так рано. На самом деле, я горжусь командой, все большие молодцы. Вот, призовые места были, но более там в простых историях, регатах. А сейчас это, я считаю, это большой результат для вообще всего Сколкова, потому что на Кубках России это, по-моему, первый пьедестал. Слабый ветер – это не наша погода, немного, но ребята молодцы, все собрано, очень экипаж гонялся, и, собственно, мы должны были как-то уровень свой показывать. Вот, тем более, мы решили вопросы с соперником основным. Так случилось, что схождение удачно с ним, мы все время его отправляли не в ту сторону. Вот, ну и для меня важна победа очень. У меня дети начали заниматься парусным спортом, Леон и Давид, поэтому им важно, чтобы было с кого брать пример. Такой жаркий и экстремальный получился второй этап Кубка России в классе J-70. Все уже собрались на церемонию награждения, она начнется буквально через секунду. Ну а результаты я скажу вам прямо сейчас. Итак, третье место, и мы поздравляем команду «Карантин» Георгия Лебедева. Второе место «Сколково» с «Элентим-5» Елена Дугельная. И первое место «Руссевам» Кирилл Подольский. Поздравляем победителей, увидимся на третьем этапе. Прямое включение из Санкт-Петербурга. Здесь мы находимся на втором этапе «Оптимистов северной столицы». Здесь за шесть комплектов медалей борются 158 спортсменов из дивизионов «Оптимист» и «Кадет». Передаю слово в морскую студию. Свежие новости с воды. Светцов Артемия лидирует. Вот он подходит на огибание и... Закрывай калитку, закрывай калитку. Да-да-да-да-да. Но вот Мохов лидирует. Напряженная борьба. Они друг с другом. И Мохов вырывается вперед с соперника. На экранах мы видим Марию Полтанову. Она косичкой чувствует, что соперница приближается, обрабатывает каждую волну. И следим. И следим. Сегодня на воде было отлично. Ветер был хороший для гонок. Сегодня дуло не сильно. У кадетов провели пять гонок. Мне очень понравились гонки. Сегодня дуло около пяти метров иногда с порывами до девяти. Волны были довольно-таки сильные. В общем, мне понравилось гоняться в новую сессию. Это прикольно было. Вален был прогноз погоды оптимиста северной столицы и его ведущий Марк Шруфман. А теперь мы передаем нашему корреспонденту слово на награждение. Алиса, как слышно? Плохо слышно. Заработала. Мы находимся на церемонии награждения. Рядом со мной главный сузья. Парочка слов для пресс. Здравствуйте, мои хорошие. Первый раз даю такому большому корреспонденту нужные слова. Что у нас сегодня было? Во-первых, мы сегодня гонялись в второй день, второго этапа оптимисты северной столицы. Это первое. Самое главное, что наш был любимый очень ветер с западного направления. И мы смогли провести четыре гонки, очень хороших. И ребята, самое главное, что нас поделились вчера на золотой и серебряный флот. И мы сегодня узнаем победителей, кого будем награждать. Вот такой день был насыщенный и очень хороший. Спасибо большое. Мне запомнилась, наверное, погода. Я в Питере была, не скажу, что очень много, но достаточно раз. И в первую жизнь я попала в такую хорошую погоду, что можно настолько хорошо отгоняться. Мне запомнился сильный ветер. У меня очень хорошо получалось откренять, наверное, и повороты делать. Я занял первое место во флоте оптимистов. На самом деле все очень просто. Нужен очень хороший старт и просто обрабатывать волну и держать скорость. Друзья, паруса – это крылья, расправляя которые вы улетаете от повседневности в романтику приключений. Раз в месяц вы вместе с лучшими их сменами России погружаетесь в мир самого романтичного вида спорта. И уже совсем скоро мы вновь расскажем вам о лучших регатах страны. Ну а на сегодня у нас все. Ходите под парусом. Любите парусный спорт. Пока. Субтитры подогнал «Симон»